Блогер Наталья Быкова пришла к выводу, что бороться с разливайками в Самаре бесполезно. Несмотря на все действия полиции, Роспотребнадзора и прокуратуры, а также попадание моего поста разливайки возле дома в новости блогов Натери, и его выход в финал конкурса на лучший пост месяца, злосчастное заведение продолжает работать, пишет Быкова. Там все еще пьют странные, любящие устраивать ночные драки и громко орущие матом личности. Сами сотрудники разливайки утверждают, что все у них законно и там, показывая пальцем на небо, обговорено. Ситуация практически безвыходная, сокрушается блогер. Блогер Антон Черепок стал свидетелем организованной распродажи вещей в здании одной из самарских поликлиник. Как на настоящем рынке, там торговали полотенцами, платками и одеялами. Цены от производителя, не иронизирует автор. «Интеллигентного вида охранник покосился на меня и, видимо, не почуяв угрозы, доверительно зашептал, согласованно и одобрено, так сказать, руководством». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова